Продолжение следует... Продолжение следует... Но есть некоторые проблемы и сложности с тем, что у нас в режиме онлайн идут разнонаправленности тенденций по доллару среди валютных пар. А также по ходу движения инструментов в местах их остановок и вот этих потенциальных разворотов у нас есть крупное довольно скопление объемов. Как вы помните, я вчера закрывал полностью все позиции. Позиции не было, но сейчас можно сказать с чистого листа снова начинаем, вернее продолжаем работать по счету. По итогам года там порядка 40% в ручной торговле. Ну вот сейчас будем пытаться добить, может быть за оставшиеся полтора-два месяца сможем к 40-5 приблизиться и в принципе это будет один из самых неплохих годов. Суть работы проста. Работаем по маржинальному тренду, именно в сторону продолжения маржинального тренда. Не пытаемся работать в противоход, то есть контртренд, ну и ищем сделки с минимальными рисками, максимальной потенциальной прибыли. По тенденции. Евро-доллар, то о чем вчера я говорил. Возможно двойная смена тенденции, она здесь и произошла. Здесь евро-шорт, как бы укрепление бакса. Тот долгосрочный тренд у нас тоже шортовый продолжен. По фунту то же самое, а вот ауди, помните те самые опционы по ауди? Несмотря на тех слом, который у нас здесь есть, маржинальный тренд в лонг. Понятно, что текущее движение, текущий рост мы отрабатывать не будем, только если уйдем выше максимума, но фиксируем вот этот момент. И именно этот момент указывает нам, ну первый из моментов, на разнонаправленность тенденции по доллару среди валютных пар. Новозеландский доллар-шорт, но вот здесь тех слом уже нарисован. Если перейти на меньший таймфрейн, чуть позже перейдем, увидим этот самый нюанс. Доллар растет в паре с японской иеной, доллар падает по марже в паре с Канадой, но тех слом, ребята. То есть здесь на тоненького закрылись ниже, чем одна вторая. На тоненького произошел тех слом, то есть официально вообще непонятно что делать. Но если что-то делать, то никаких покупок и здесь ослабление бакса, повторюсь, в валютной паре с Канадой. Доллар-чиф тенденция лонг, доллар-мексиканец тенденция лонг, золото падает. Шортовая тенденция, закрылись ниже одной второй, закрылись ниже недельки, сразу же за один день прошли. Такой достаточно серьезную волатильность дали. Серебро продолжается, шортовая тенденция. По нефти маржинальный тренд в лонг и индексы, основываясь на тех данных, которые пришли у нас вчера с США. Общий такой рост по всем инструментам. И S&P растет теперь в лонговый тренд, и NASDAQ растет в лонговый тренд, и Dow Jones растет в лонговый тренд. Но отсутствующие информации говорят нам о том, что недостатки все-таки по этим инструментам присутствуют. Все, погнали, поищем точки входа. Ребят, перед началом, ссылочка в описании к данному видео, переходим и забираем свои халявные денежки. Всем рекомендую вот этот момент. Здесь, конечно же, процентная ставка будет выше, но у кого, смотря сколько этих монеток есть, я буду участвовать и тут, и тут. Этих практически ни у кого нет монеток. Но вот такой вот пул новый, в рамках которого можно работать. И, кстати, те, кто сидели в пуле Smile, да, сейчас можно все эти монетки спокойно обменять на MNT, либо продать за USDT. У нас вчера начался листинг этих монеток. Тоже не забывайте старые денежки конвертировать в реальные монетки, в реальные бумажки, да. То есть, либо вот этот, либо вот этот, либо эту, либо эту монетку можете забрать. Как это делается? Ну, если говорить по-простому, я уже все перевел в доллары. Но совсем-совсем немножко осталось у меня вот этих вот монеток Smile на счете. И, в принципе, их можно взять и перевести вот таким образом в монетки MNT. Многие вот не знают. Вот здесь есть на аккаунте Едином Торговом такая надпись. Конвертируйте небольшие суммы в MNT. Если вы сюда нажмете... Вчера не было возможности Smile перевести. Сегодня выбираете, и конвертация в MNT происходит. Все, пользуйтесь этими нюансами. Ну, я уже не знаю, как говорить. Это халява, халява, которой, если кто-то не пользуется... Ну, я не знаю, что вы вообще хотите получить от этой жизни. Халявные деньги надо брать. Не берете халявные деньги, а зачем вы вообще тогда что-то делаете здесь? Ладно, поехали. Евро. Шортовая тенденция. Здесь объемы последнего импульса. Она уже и единственного в рамках среднего срока не мешает. Есть уже полуготовый паттерн. В принципе, можно входить прямо с текущих небольшим риском. Почему небольшим? Ну, потому что у нас действительно есть проблема с отсутствием этой самой информации. Плюс у нас идет удержание недельной контрольной зоны. Это уже два недостатка. И сам по себе паттерн сладенький. Поэтому все-таки вот эту идею 0.1 риском. Более крупно, 0.25 риском можно поработать при формировании. Либо вот такого ложного пробоя на продажу. Либо, либо, а нет, это не по этому инструменту. Где-то объем вот здесь по фунту, по-моему, проходит. Да, вот по фунту, поэтому. Все. Вот по евро оставляем вот такую идею. Ну, хотя, в принципе, если мы уйдем куда-то к 1.2, то тогда тоже 0.1 риском. 0.25 здесь не рискуем. 0.1, потому что отсюда это будет продажа в объемы последнего импульса. Вот три идеи в шорт. Все реализуемы. Все надо брать. Везде 0.1 риск берем. Сильно не рискуем. Цели 1.06.827. 1.06.020. 1.04.899. Стоп за максимум паттерна. Вход от Депок. Вот мы сейчас стоим на этом Депок. Ну, либо ждать, чтобы у нас Депок наверх перетек. Данные по толпе. Максимально серьезные покупки были вчера у толпы на этом падении. Это хорошо. Для того, чтобы дальше работать шорт. Есть топики. Вот за этим максимум американской сессии. Это может привести к вот этому вот росту и уйти куда-то сюда. Ну, поэтому не исключаемый вот этот паттерн. Но по евро пока 0.1 риск. По фунту. Тоже, как вот сказал в начале обзора, много проблем с объемами последних импульсов. Да, вот по евро ее нет. А вот по фунту эта проблема есть. Обращаем внимание, что у нас объемы последнего импульса практически в самом низу. Двойная смена тенденции. Отсутствие текущей информации именно на продажу в рамках средней срока. Убытки по опционам. Все эти нюансы говорят о том, что если и работать по фунту, по текущему маржинальному тренду, то делать это нужно тоже минимальным риском. Идея номер один. Смотрите, данный максимум перебил уже этот максимум. Поэтому минимум, который фильтруется ПОКом, уже является контрольным минимумом. Поэтому идея номер один выглядит вот таким образом. И тут, в принципе, если один к одному поработать, можно попытаться. Но все равно соотношение не самое лучшее. Поэтому недостатков много. Здесь также риск минимальный 0.1. И вот такую формацию тоже не исключаем. Она усилена, конечно же, объемами контракта. Но по ходу движения у нас вот эти объемчики возникают. Поэтому первый тейк мы поставим на них. А далее уже берем три тейка. 28.33, 27.44 и 25.92. Сюда оставляем оставшиеся части позиции. Вход от ДПОК. Стоп за максимум. Данные по толпе. Тоже мощный, серьезный набор покупателей был в ходе вчерашнего дня. Но не противоречит это нашим продажам. Поэтому не сокращаем дополнительно риски. Австралийский доллар. Официально вне рынка. Официально не работаем. Опять же, вспоминаем. Благодарю человека, который мне намекнул на вот эти все моменты и нюансы. Слишком много и непонятно, что тут делает такие деньги. Кто сюда их внес. И вот этот закреп и удержание 1-2 все-таки говорят о том, что вот этот рост, он интересен. До 8-го числа, до этого осталось два дня. И откуда-то отсюда сходить потом даже вниз. Все это возможно за вот эти 6-е, 7-е, 8-е число. Поэтому не исключаем этот момент. Готовимся. Но сейчас именно текущий диапазон, несмотря на готовый паттерн и видимую точку входа, не работаем. По причине того, что вот это движение обновило вот этот минимум. И по факту у нас вообще непонятная ситуация. То есть в импульсе мы, в коррекции по технике тут непонятно. Ждем. Чего ждем? Для покупок ждем ухода выше, чем 66442. После ухода выше на коррекционном откате будем искать точки входа в лонг. И уже вот эти цели пытаться все забрать. Все вот эти вот моменты, конечно же, могут выступить в качестве серьезного сопротивления. Но суть в том, что мы зафиксировать будем тейки технически. Маржинальный плюс вот этот маржинальный. Тут уже ничего не добавляем. Объемы все снизу. Здесь объемы тоже будут снизу. Поэтому вот это место будет неплохим, чтобы поработать на покупочку. Данные по толпе, по австралийскому доллару. Здесь не было того, что мы видим по фунту. Вот прям такого мощного набора покупателей. Да, он произошел прям с самого утра на открытии рынков. Но затем в течение дня, в принципе, такого набора покупателей не было. И это, ну скажем так, говорит о том, что вот этот инструмент спокойно может пойти против всех именно в сторону ослабления бакса. Но опять же, пока здесь не работаем. Вазеландский доллар тоже техслом. Вот он, мы его видим. Он мелкий. Он произошел очень быстро вчера. Минимум. Откатили к четвертинке. Новый минимум. И перебили вот этот максимум предыдущего отката. Официально, вне рынка. Официально, по данной валютной паре, не делаем ничего. То есть прошли 4 инструмента. По евро и по ауди. Если работать туристки, минимальные 0.1. Ауди и новозел. Пока ничего не делаем. Ждем проведения инициативы. Доллар и японская иена. Тут можно поработать на опаковку. Есть классное усиление с точки зрения объемов контракта. И можно выделить и вот этот момент 152.64 и вот этот момент 151.89. Внутри золотая четвертинка. Поэтому паттерн между четвертинкой и золотой 1.4 будет максимально интересен для работы на покупку. Но тут появляется у нас первый тейк. Вот этот объемный. Чуть ближе, чем котировка 154.71. Поэтому сюда мы ставим 154.32.33. Первый тейк. Далее собираем уже технические два маржинальных тейк профита. Кот от Депок стоп за минимум паттерна. По недостаткам. Но во-первых, обращаю внимание, что мы наконец-то ушли выше недельной контрольной зоны серого цвета. И этот недостаток исчез. Это хорошо. По причине того, что появившийся недостаток в виде объемов, он не говорит нам о том, что мы должны максимально дополнительно сокращать риски. Этот исчез, этот появился, остались при своем. Что же нам здесь мешает работать? Нам мешают здесь работать опционы. И в принципе больше недостатков нет. Поэтому вот эту идею максимально интересна, максимально крупна. 0,5 риском от депозита можно поработать. Но нужно еще посмотреть данные по толпе. По толпе набор продавцов. Вторые сутки. Все хорошо. Стопики очень близко. Ничего тут критичного нет. Да, ребят. 0,5 риск. Максимально эффективно можно брать именно японскую иену. Наверное, это один из самых крупных рисков на сегодняшний день. Доллар, Канада. Официально мне рынка. Да, ждали вчера перебитие вот этих максимумов. Либо прямым перебитием, либо через зигзаг. Потом здесь ждали что-то подобное. Ничего не произошло. Поменяли тренд. Поменяли тенденцию. Довольно долгий тренд у нас здесь был. И этот инструмент указывает нам на ослабление баксов. Да, вот та самая раскорреляция маржинальная, которую мы сейчас видим. Вместе с Ауди еще и Канада показывает нам это самое ослабление доллара США. Но не работаем. Здесь опять же просто наблюдаем, сидим, ждем. Проявили инициативы либо покупателей, либо продавцов. Потом будем смотреть куда работать. Доллар швейцарский франк. Лонг продолжается. У нас появилась дополнительная информация. У нас вот минимум есть интересный. Ну давайте все вместе сначала перестроим вот отсюда. Нравится мне здесь то, что у нас диапазон принятия решения уменьшается. Я люблю, когда точка техслома находится внутри диапазона выгодных цен. Вот если мы до нее не дойдем, но будет очень-очень круто. Так, значит объемы двух последних импульсов. Где у нас наверху? Да, они наверху. Объемы последнего импульса, соответственно, тоже будут на самом верху. То есть здесь объемы плюс удержание недельки, плюс проблему с опционами. Наблюдаем пулы коты, хотел сказать. Колы и путы по одному уровню располагаются. То есть недостатков много. Поэтому здесь тоже, если и работаем, то так же, как и по евро и по фунту, минимальными рисками. Только от 1 четвертой. При формировании в данном месте паттерна входим в лонг позицию. Цель 0.87731, 0.88833 и 0.90298. Вход от Депок Стоп за минимум паттерна. Доллар Мексиканец. Максимально глубокая коррекция есть. И здесь можно поработать на покупку. Сейчас мы посмотрим. Вообще место классное. Мы обращали внимание на вот эти объемы. Ювелирненько мы их протестировали. Сейчас хочу посмотреть, что же с Депок. Хотелось бы, чтобы он уже упал. Но есть шанс, что он сверху. Да, пока Депок сверху. Для покупок ждем изменения Депок. И любую формацию на этом Депок пытаемся расторговать в лонг. Цели достаточно далекие, так как коррекция у нас максимально глубокое место. Повторюсь, крутейшее. Вот они все объемы, все здесь. Вот этот уровень давненько выделялся для возможных покупок. Осталось дождаться изменения Депок и вход в лонг. Пока я не рискну работать по данному инструменту с расчетом каких-то рисков. По данному всегда рекомендую минималкой. Но если вы вдруг уже принимаете все решения согласно тому, что у нас есть объективные причины на сокращение рисков, то ликвидность раз, удержание недельной зоны два. И тогда вы можете 0.25 здесь рискнуть. Нефть марки WTI. Основная идея заключалась в том, чтобы поработать от вот этих объемов. Цена сюда упала. Я паттерна в режиме онлайн не видел. Если вы могли зайти, поздравляю. У меня здесь только роботы сработали. Четвертинку золотую. Позиции схватили. Тащим. 72.344. Тейк номер один. Далее 72.994 и 76.294. Возможно, это начало хорошего нового лонгового тренда по нефти. Возможно, это выход из вот этого долгосрочного достаточно флета такого. То есть, прям вот все вот эти максимумы связаны с тем, что произошло в США. Возможно, все это пойдет куда-то вон туда наверх. Поэтому ничего страшного, что пропустили вот этот диапазончик. Ждем ухода наверх и на откате к новому диапазону выгодных цен. Ищем новые точки входа в лонг и работаем на покупку. По рискам будем обсуждать потом. Но пока среди проблем только опциончики такие недельные. Да, тут немного нам мешает. Ну, довольно крупным риском можно эту торговую идею брать. Золото. По-честному, точка входа была. Кто заходил, ну, честный законный стоп. Но, опять же, риски обсуждались. У нас здесь убытки по опционам. У нас здесь исторические максимумы. Не самые мелкие, но и не самые крупные риски здесь должны были быть. Сейчас, если что-то делать... Ну, вообще, вчера полностью нужно было выходить из всех позиций. Об этом очень подробно говорю на утренней, на единственной аналитике, которая была вчера. Ну, сейчас, если что-то делать, то в шорт у нас отсутствует информация. Это главный недостаток. Плюс само по себе падение золота. Поэтому, если работаем, то риск 0.25. И любой паттерн внутри диапазона выгодных цен пытаемся растраговать. Но лучше всего это будет именно от четвертинки выглядеть. По причине того, что максимальные объемы, конечно, наверху. Но вот эти скопления, они ближе к четвертинке. И любая продажа отсюда, это будет продажа вот в эти самые, не максимальные, но довольно крупные объемы. Ну, вот если вот это все движение взять, то видно, что объемы вчерашнего дня внизу. Поэтому вот эту идею 0.25 риском. А идею сверху берем риск 0.1. Серебро. Здесь продолжается шартовый тренд. Все уже давно указывает за падение данного металла, в отличие от золота. И мы подошли к объемам контракта. Так, это плохо. Давайте-ка здесь немножко подождем, ребят, сейчас. У нас мало того, что объемы контракта, мы еще и удерживаем недельку сейчас. Плюс само по себе падение серебра это недостаток. Здесь пока подождем. Более лучшего момента. Как долго я ждал роста меди, и он произошел. Я вот здесь, даже есть мелкий паттерн. Кто заходил? Законный стоп 15 фунтов. Пытались заработать, конечно, 130. Сейчас. Смена тенденции, смена тренда. Если что-то делать, то только шорт. Откуда? Надо будет сейчас перейти на меньший таймфрейм, чтобы понять. Ну, 1-2 максимально усиленного у нас объемами контракта. То есть, то место, где вчера пытались купить, сейчас от этого самого места будем пытаться работать на продажу. Вот отсюда. Ждем тест 1-2, ждем паттерн. При его формировании заходим в шорт. Цель минимум и 2 недельных зоны. Отсутствие информации. Удержание недельки. Плюс падение товарно-сырьевого актива. Риски 0-1 максимальные. Индексы. По всем у нас лонг. По всем у нас отсутствует информация. Поэтому нужно выбрать что-то максимально лучшее. Где меньше всего недостатков, по крайней мере. Так, вижу недостаток по S&P. Это объемы последнего импульса. Отсутствие информации. Если работать, то риск 0.25. Чем глубже будет откат, тем лучше. Работаем в лонг. Цель максимум 2 недельных зоны. По NASDAQ тоже смена тенденции. И сейчас, если что-то делать, то делать только в лонг. Объемы внизу. Вот здесь уже получше ситуация, нежели по S&P. Цены не мешают. Только отсутствующая информация. Все это говорит нам о том, что если индекс даст коррекционный откат в диапазон выгодных цен, то тут 0.5 риск абсолютно адекватен. Поэтому уже лучше выглядит именно NASDAQ, нежели S&P. Дон Джонс. Здесь у нас куча недостатков. Помимо отсутствующей информации, общий недостаток для всех индексов. Здесь же у нас удержание недельной контрольной зоны. Плюс убытки по опционам. Если работать по NASDAQ, то риски минимальные. И объемы еще вон где находится. Любая покупка. Ну, в общем, здесь вообще не работаем. Здесь сидим пока ровненько. НаздаQ максимально интересен среди индексов. Рубль. Маленько окреп вчера. Но это не повод для того, чтобы начать покупать именно рубль. Пока рекомендация одна. За рубли покупаем доллар. Никаких продаж данной валютной пары. Биткоин. Исторические максимумы. Если что-то делать, то только покупать. И новая цель у нас 9500. Это дальняя цель, к которой мы сейчас метимся в рамках работы по биткоину. Ну и в принципе пока все. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли, максимум профита. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok